Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях главный пластический хирург Министерства здравоохранения Рязанской области Владислав Иванов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, на сегодня, наверное, люди, задумываясь о пластике, почему-то считают, что за этими услугами нужно ехать в какие-то крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург. Если можно, расскажите на сегодняшний день в Рязани, как обстоит ситуация в сфере пластической хирургии? Определенный контингент женщин, они всегда ищут в своей жизни какую-либо сказку, и причем считают, что эту сказку можно найти только в больших крупных центрах, и, в принципе, там же ее и находят. И причем сказка не всегда это бывает с очень удачным финалом, так как попадают совершенно не к тем людям, у которых можно лечиться и оперироваться. Что касается нашего города, стаж моей работы в пластической хирургии 15 лет, стаж работы некоторых моих коллег также не меньше. Что касается уровня пластической хирургии, я как член Всемирной ассоциации пластической хирургии посещаю практически все крупнейшие мероприятия, съезды. Последний съезд был Международной ассоциацией пластической хирургии в Бразилии, в Рио-Джанейро, и в курсе всех новинок и инноваций, которые происходят в мире. Кроме того, статус нашей пластической хирургии подтвержден тем, что на базе нашего медицинского университета уже несколько лет функционирует курс первичной переподготовки врачей по специальности пластической хирургии. Мы в числе самых крупных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска были пионерами, то есть открылись самыми первыми в стране после того, как была утверждена специальность пластической хирургии, именно для первичной переподготовки врачей в пластические хирурги. И статус наш также подтвержден тем, что большинство, около половины наших пациентов, это жители крупных городов, включая город Москву. Кроме того, ведь мы живем с вами в очень небольшом городе, и мы как саперы. То есть небольшая промашка, небольшая ошибка, небольшой какой-то дефект в нашей работе будет сразу озвучен во всех средствах массовой информации по сарафанному радио. То, что за 15 лет у нас не было таких случаев, это еще раз подтверждает уровень и статус нашей работы. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются? Ну, проблем, которыми к нам обращаются, очень много, потому что сама специальность, она называется реконструктивно-восстановительная, пластическая и эстетическая хирургия. Это три огромные области медицины, по которым нам и обращаются пациенты. Реконструктивно-восстановительная хирургия – это восстановление тканей, органов и функций организма после перенесенных ранее операций, после травм, ожогов и других несчастных случаев. Это первая группа пациентов. Вторая группа пациентов – это пациенты, которые хотят улучшить свой внешний вид, то есть из лучшего сделать еще лучше. Это так называемая эстетическая хирургия. Она включает в себя омолаживающие операции, она включает в себя изменение объемов и пропорций тела. Это очень большие группы пациентов, и примерно они представлены 50 на 50. На сегодняшний день существует очень много омолаживающих процедур, но, наверное, с пластикой все-таки ничто не сравнится. И многие женщины хотели бы сделать пластическую операцию, но боятся каких-то нежелательных последствий. Насколько часто они бывают, и есть ли какие-то противопоказания в пластике? Что касается омолаживающих процедур на медицинском рынке, в медицинских услугах, существует действительно огромное количество. Во-первых, нужно разделять это неинвазивные процедуры и процедуры, так скажем, косметологии от хирургических вмешательств. И не надо требовать от косметолога такого эффекта, который даст вам хирург. Не надо требовать от запорожца комфорта и представительности Мерседеса. Никогда не нужно ожидать от минимальных инвазивных вмешательств того эффекта, который даст вам большая операция. Кроме того, следует также учитывать, что стоимость всех радикальных операций, радикального омоложения гораздо выше, чем стоимость косметологических услуг или минимальных инвазивных вмешательств. Соответственно, чем сложнее операция, тем должен быть более профессиональный врач, ее выполняющий. Соответственно, удлиняются сроки реабилитации. Допустим, можно выполнить нитевую подтяжку лица, так называемый нитевой лифтинг. Она не всем показана, изменения минимальные, но выполняется она под местной анестезией с коротким реабилитационным сроком. Можно сделать радикальный смаз-лифтинг, и тогда вы выпрыгнете из своего возраста лет на 20. Но эта операция, во-первых, будет под наркозом, во-вторых, она будет протекать не менее двух часов, и реабилитационный период не может быть меньше двух недель, если это действительно радикальное оперативное вмешательство, омолаживающее на лице. Кроме этого, так как, скажем, и минимальных инвазивных процедур, и радикальных пластических, существует еще целая группа так называемых сочетанных методик, когда мы используем и косметологические методы, и наши хирургические. Допустим, ограниченная подтяжка лица с введением тех же самых филеров гиалуроновой кислоты, или использования пластикой собственного жира. Что касается осложнений, любое хирургическое вмешательство, любая таблетка, любой наш аппарат может привести к тем или иным нежелательным последствиям. Все они встречаются в очень малом проценте случаев, но все пациенты в предоперационном периоде всегда об этом извещаются, и в информированном согласии все эти пункты, они обязательно перечисляются. Вы берете таблетку аспирина, разворачиваете инструкцию, и там есть 33 пункта осложнений, к которым может привести эта таблетка аспирина. Хирургия – это не аспирин, это не таблетка, это гораздо серьезнее, поэтому эти осложнения, которые могут быть, естественно, они оговариваются с пациентом, чтобы он воспринял хирургическую операцию не как поход в булочную или как поход в косметологу. Все возможные специфические и не специфические осложнения детально разбираются с пациентом на консультации. Он должен быть оповещен, он должен быть информирован в соответствии с нашим законодательством, что может произойти с ним, если что-то пойдет не так. В руках профессионала такие осложнения встречаются крайне редко. И самое главное, что нужно вовремя и достойно выйти из этих осложнений, что осуществимо, как правило, только специалистами достаточно высокого уровня и в многопрофильных стационарах. Оперируясь в условиях двух-трехкомнатных квартир или где-то там на стороне, не пойми у кого, следует всегда ожидать, во-первых, их возникновения, а во-вторых, это неадекватная и, так скажем, неприспособная реакция к их своевременной коррекции. Очень важно при возникновении тех ситуаций, когда что-то идет не так, это взаимопонимание врача и пациента. Когда это достигается? Когда пациент четко знает, что он хочет получить от этого вмешательства, и у него установились доверительные отношения с врачом. Поэтому существуют очень четкие критерии отбора. Если в общей медицинской практике мы учитываем лабораторные анализы, инструментальные показатели, заключение узких специалистов, и на основании этого выносим, можно делать операцию плановую или нельзя, то в пластической хирургии есть еще такой пункт, как реальность желаемого. То есть пациентка может прийти к вам не за новой грудью, а за новым мужем и ждать от операции не омолаживающего эффекта, а улучшения ее жизни. Соответственно, тогда ожидания ее будут беспочвенные и неосуществимы, что всегда ведет к определенному какому-то дискомфорту и возникновению какой-то определенной дискомфортной или конфликтной ситуации. Тем более, если вдруг что-то пошло не так. А вот в плане эстетической пластики к вам мужчины обращаются? Да, конечно. Около 10-15% наших пациентов – это мужчины. Причем при коррекции рубцовых деформаций, каких-то посттравматических вещей, процент мужчин достигает 50. Скажите, а вот кризис каким-то образом отразился на пластической хирургии у нас в области? Естественно, что кризис отразился на всех сторонах жизни нашего общества, в том числе и на пластической хирургии. Во-первых, большинство имплантов, которые мы применяем, это лицевые импланты, на лице филлеры, импланты молочных желез, импланты для реконструкции молочной железы, другие нитки, какие-то другие наши препараты, лекарства. Это все зарубежные, отечественных аналогов практически не существует, и рост курса евро и доллара повлиял так, что стоимость их, естественно, повысилась. Отток пациентов по различным клиникам Москвы и Санкт-Петербурга составляет от 50 до 60%. У нас мы с такой оттоком пациентов практически не столкнулись. Небольшой, конечно, спад идет, но он не больше 5-10%. Наоборот, больше стало пациентов из крупных центров, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Владивостока к нам приезжают. Кроме того, врачи, которые учатся у нас на пластических хирургов, присылают нам своих сложных пациентов для того, чтобы мы их оперировали, потом мы их отсылаем обратно, и те уже ведут их после операционного периода. Сказать, чтобы такого радикального апокалиптического произошло с пластической хирургией в этот кризис, нет. Человек всегда был, хотел и будет хотеть быть красивым. Всегда были и есть травмы, от которых надо избавляться. То есть, можно сказать, что наша специальность, несмотря на все перипетии экономики или еще что-то, она фактически вечная и непотопляемая. Что ж, большое спасибо, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Мы желаем вам удачи в вашей профессии. Ну, даже не знаю, пожелать вам побольше клиентов или наоборот, чтобы поменьше к вам люди приходили. Ну, в общем, пусть все будут здоровыми и красивыми. Спасибо большое за продуктивный разговор. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok